Очереди 17-й тур, и у нас очень интересная турнирная ситуация. Ян Непомнящий лидирует, у него 13 очков. На пол очка 12,5 очков, стал быть, у Карлсона. И еще на очко 11,5 очков у Сергея Юдина. У человека, который, в общем, действительно преподносит огромный сюрприз. По сути, обычный российский гроссмейстер, звезд с неба не хватавший, но очень сильный блицор. Вот видите, как он к концу турнира воспрял. А еще на пол очка от него, имея 11 очков, преследуют лидеров Дреев, Накамура, Аранян, Анант и Мамидьяров. Вот, я думаю, что на этом круг соискателей золота заканчивается. Ну, в теоретическом плане, конечно, возможно, разный расклад. Но я не верю, что Ян Непомнящий и Магнус Карлсон начнут проигрывать все партии подряд. Итак, Непомнящий против Юдина на первом столике играют. И мне кажется, что пора показать одного из героев сегодняшнего дня. Итак, вот Сергей Юдин и Ян Непомнящий. Ну, для Яна. Для Яна вот эта победа, если он сумеет одолеть, это будет еще один широченный шаг. Ну, понятно, что по классу игры Ян Непомнящий превосходит своего соперника. Ну, а что произойдет в этой партии, кто знает. У нас это защита Фелидора, достаточно такой крепкий, но немножко пассивный дебют. Вот интересно, что Ян ставит слона не на С4, а на Е2. То есть, не торопится форсировать события, но собирается просто поиграть в шахматы. Так, вот я Е1, и все-таки слон, видимо, уйдет с Е2 рано или поздно. Так, Аш3, видимо, слона на Е3. Не знаю, здесь есть и второй план слона на Б2 поставить. Ну, Ян до последнего выжидает, думает, куда же... Да, Б3. Куда же ставить этого слона? Наверное, поставить на Б2 или на А3. А вот это напряжение в центре, которое здесь сохраняется, его не надо пока снимать. Но черные могут Конь Ф8, Конь Е6. Ага, нет, смотрите, Юдин сразу провоцирует какие-то изменения и сдает центр. Но теперь, во всяком случае, есть объект для атаки, пешка на Е4. Сейчас, скажем, можно сыграть Конь С5 и попросить, в общем, попросить белых предъявить документы, как защищать эту пешку. Не вполне удобно. Впоследствии Ферзь через Б6 выйдет. Да, Конь С5, очень логично. Ферзь Ф3, слон Д7, но подтягивает силы к центру обе стороны. Но пешка на Е4 вроде бы держится. Но очень непросто здесь начать какое-то наступление. Может быть, Конь на Ф5 идет. Правильно. Ян, в конце концов, слон с Б2 должен в какой-то момент вступить в бой. Но вот это нависание Коня Ф5 над положением черных терпеть сложно. Поэтому вполне понятно, почему Йодин бьет на Ф5. Но немножко поприятнее, конечно, у белых. Вот единственное, что с пешкой на Е4 решить бы вопрос. Это не так просто сделать. Неужели придется сыграть Ф3? Не хотелось бы, а придется, я думаю. Потому что черные сейчас сдваиваются, страиваются, счетверяются. И все-таки наседают на эту пешку. Как бы там какой-нибудь удар Д6, Д5 не пропустить. Ну что? Вот Ян думает, не отступить ли на Ф4. То есть, вот оставляет поле Ф3 для пешки. Ну да, тут возможны всякие катаклизмы. У черных такая, знаете, упругая позиция. Может в какой-то момент распрямиться эта пружина. И белым придется не сладко. Ферзь Ф3 все-таки покрепче отступил. Ладья Е8. Слон Д3. Ну, фактически утрачивая весь перевес. Потому что просто банальный размен на Д3, я думаю, дает уже приличную игру для черных. А есть еще Д6, Д5. Вот такой интересный ход с учетом того, что там на Е1 зависает ладья. Я бы Д5-то попробовал бы здесь. Ой, как может не поздоровится белым там дальше, если пункт на Е4 треснет. Ну давай, Сережа, Д5. Д5 и надо драться. Ну там, правда, комбьют Д5. Надо смотреть, как бы взятие на Е5 потом не произошло. Д5 все-таки сыграл Ферзь Ж3. Ну Ян-то совершенно очевидно ожидал этого. Сейчас слон Д6 есть. Ой, 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 какая тут начнется война-то, битва неописуемая. Ну, видите, что ладья на Е5 связана. Если много раз брать на Е4, то там потом Ферзь на С7 повеснет. Ну, поэтому слон Д6-то, в общем, напрашивается. А если Ф4, тогда качество на Е4 будем жертвовать. Просто бить все на Е4. Много, много раз. Так, ну что, Ф2-Ф4, конечно, самое принципиальное решение. Ян так и делает. Ну, готов к пожертвованиям. Так или иначе, идет в клинч. Знаете, что может смущать черных? Что в конце всех вариантов на Ж7 мат последует. Видите, слон с Б2 сидит в засаде. Ферзь Ж3 смотрит на Ж7. Вот если посчитать все взятия на Е4, в конце может произойти неприятный сюрприз. Так, так. А не просчитался ли Сергей Юзин? Смотрите, какая неприятность. Взял на Е4. Ага, вот теперь взятие на Е5. Слон Е5, во всяком случае, будет. Это так, 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 так. Так, и вот потом взял на Д3. Мне кажется, компенсация за качество получится очень недурная. Так, и конь на С5 подвис. Ай-яй-яй, какой хитрюга Ян. Посмотрите. Он подловил этого коня на С5. Вообще-то, пока лишняя ладья. Вы будете смеяться. Неужели несет решающие потери Сережа Юдин? Там, кстати, надо посмотреть. Взял на Д3, взял на С2. Эта пешка на С2 может оказаться опасной в вариантах. Ладья на Е1 где-то может подвиснуть. Но как же вот рассчитать-то все варианты? Некогда. Да, ну, вроде бы все казалось перспективным. Все ходы были напрашивающиеся. Но вот таковы шахматы. Они полны всяких тайн, сложностей. И даже внешняя привлекательность позиции. Ну, Б6. Я с трудом верю, что можно так играть в шахматы. Просто слон уходит с Д3. Там, правда, слон Ж3 можно на Е1 хотя бы качество отгрызть. Но компенсации черных, мне кажется, будет недостаточная. Ну, во всяком случае, удалось заставить задуматься лидера. И лидер избирает способы, как же бороться. Ну, можно слон С4 просто уйти за одной пунктой в 7. Взять под прицел. Мне кажется, что все-таки материальный перевес здесь просто голый. Исторический материализм должен побеждать в данной позиции. На слон Ж3 просто уходим, допустим, ферз Е3. И берем на Е1. А, слон Е2. Это тончайше. Нет, ну, не знаю. В принципе, никакой особой разницы нет. Но мне слон С4 как-то казалось более естественным. Но это ладно. Сейчас какие-то уже рефлексы вступают в бой. Вот это желание укрепиться, уплотниться. Сейчас на ферз Е3 неприятно слон Ф4. Вот что. Но с другой стороны, ходом слон Е2 не пускает черного коня на H5. Возможно, с этим связана идея Яна. Вот сейчас можно сыграть слон Ф3. Да, главное, чтобы черные кони не включились в атаку. А от слона-то там толку мало. Ну, слон Ф2, слон H2. Ну, король на H1 ушел и горе не знает. Вот важно, чтобы лошадки, лошадки не включились в бой. Так, ну и что дальше? Ферз Ж3. Ну, даже конь Е2 есть. Вот и ладья Е2. H5. Вот. Ферз Ж3, конь Ж4. Вот она идея. Ферз Ж3 и конь Ж4. Создать матовые угрозы. Так. Ферз Ж3. Ферз Ж3 обязательно надо играть. Так. Так, так, так. А как, простите, а как от конь Ж4-то спасаться? Вот там, правда, слон Ж4 будет. Сейчас надо как-то нападать срочно на эту... Может быть, ладья 1 на Д2? Вот такой хитрый ресурс. Там, правда, ЕД и на Е1 ладья пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. То есть, брать на Ф2 не бессмысленно. ЕФ. Ну, ЕФ. И что? Ладья на Е1 идет. Так. Конь Е2. Ага. Ну вот. Вот этот ресурс должен, видимо, спасти белых и погубить черных. Но ладья бьет Е2. Ферз Е2. И там, видите, поле Ж4 под контролем у белых оказывается. Вот это важный момент. Ферз Е4. Но это уже все не то. Слон Ф6. Да. Сейчас Ж3. Ж3 сдался. Да. Ж3. Просто завершается партия, дорогие друзья. Отбивает атаку Ян Непомнящий. Одерживает наиважнейшую победу на пути к чемпионству. Ну, просто лишняя фигура. Без всякой компенсации. Конь Е4 еще можно сыграть. На С2 не отдать. Да. Ну, все. Ян тут уже все. На белом коне. 8 секунд у Юдина. Он сдался. Ну, что? Юдин молодец. На самом деле, играет очень изобретательно, толково. Но, вот видите, шахматные нюансы здесь оказались не в его пользу. Так. А тем временем Магнус. Магнус бьется против Дреева. И, по-моему, Дреев стоит очень неплохо. Смотрите. Конь на Б5 крепкий. Ладья активная. Ну, что? Леша, вперед. Снимаем Магнуса и делаем чемпионом нашего товарища молодого. Смотрите. Ладья на Б3 как неудачно стоит. Ай-ай-ай-ай. Бедный Магнус. Здесь вам не тут. Так. Так. Ну, слон Ж3 есть. Вот. Ладья Ж2 мне не очень. А. Он хочет потом ладья Ф1 и откушать на Ф5. Слон Ж3. Так. Ну, король Е4. Нет. Держится Магнус. Держится. Ну, и на том спасибо. Хотя, вот это слово держится. Оно, знаете, это пока держится, а потом будет нападать. Король С5. Ну-ка, ладья Ц1. Ладья Ц1. Там, к сожалению, повисает на Б7. Да. А вот теперь у черных есть проблема. Потому что пешка на А6. Если потеряется, тогда будут проходяги. Да. Ну, хочет вилкой на С5 поставить. Видите? Алексей. Алексей какой хитрый. Король бьет А6. Конь С5. Б4. Тогда ладья Б5. Магнус. Вот в чем вся штука. Но, тем не менее, так можно сыграть. Потому что успеваешь съесть пешку. Да. Есть шансы на победу. Есть шансы. Ох-ох-ох. Так. И теперь король А7. Король А7 можно сыграть. А6. Нелегко здесь Чуаном защищаться. Может быть, свою контрыгру надо выпускать. Ладья Б6. Вот всегда легко вилку какую-нибудь зевнуть. Но вроде бы контролирует ситуацию. Чемпион мира. Так. А что дальше? Как, собственно, пешку-то продвигать? Король Д5. Так. Аж 5. Король С6. Идет на Б7. Вот хороший маневр сделал чемпион мира. И теперь боюсь, что он побеждает. Но не то, что боюсь. Радуюсь за него. Малыш молодец. А Леша Дреев обманули его. Обманули. Но нельзя было, конечно, пробег белого короля на ферзевый фланг так уж игнорировать. Ну, мне кажется, да, ну все, это конец. Это конец. Ну, хорошо играл Дреев. Реально, очень была хорошая позиция. Но где-то не уследил он за белым королем. Там была комфортная ситуация. Итак, гонка продолжается, дорогие друзья. Магнус Карлсон не отстает от Яна Непомнящего. Вот интересно только, как Накамура сыграл с Ароняном. Меня этот вопрос настолько интересует, что я сейчас посмотрю даже Накамура. А Накамура выиграл у Ароняна. Вот, и вот фактически у нас сокращается количество желающих стать чемпионом. А Нант, кстати, выиграл у Мамидьярова. А это вы видите, как Ле Кванлем пытается огорчить Юдит Полгар. А Юдит смотрит, какой Швиндель сделала так, так и все. И возникает ничья. Ну, видно, что кто-то расстроился, кто-то обрадовался. Но ничья, на самом деле, оставляет обоих участников этой встречи далеко от призовых мест. Итак, Непомнящий впереди, Карлсон. За ним и Накамура. Накамура, куда же без него. Грещук, кстати, проиграл Мамедову. К сожалению, не удалось побороться. А вот Морозевич выиграл и Куруаны. Ждем Морозевича наверху. То есть, во встрече с Непомнящим или с Карлсоном. Саша, вперед. Итак, заканчивается очередной 17-й тур. Впереди еще три. Делаем перерыв.